Я начну, да, потихонечку, потому что большая часть уже подошла, все вовремя, да, собрались очень рады, да, что все пунктуальные. Такое событие пропускают. Да, тем более такое событие. У нас каждую пятницу будет проходить чебурашка бесплатная, так что если вдруг кто-то еще захочет посмотреть, да, каждую пятницу в 11 часов внизу у каскадной лестницы, да, можно собираться и участвовать в этом променаде. Сейчас я погромче сделаю, да, чтобы все меня слышали. Сразу же начну информацию о месте сбора, да, мы сейчас с вами находимся около каскадной лестницы. В некоторых источниках в интернете, когда я изучала информацию, да, про фильм, кто-то писал, что на каскадной лестнице также снимали кадры из фильма, да, но это на самом деле не так, да, есть там кадры из... катятся апельсинчики, да, по лесенке. Это снимали в Пятигорске, вот эту конкретную часть лестницы. И также вот эта каскадная лестница была некой такой псевдолокацией в фильме «Жених с того света». Подскажите, вот кто смотрел первую комедию «Гайдай» и «Жених с того света»? Это были экскурсии. Благодаря ему, наверное, ей посмотрели, да? Да. Это комедия, да, «Жених с того света». Снимали также полностью здесь у нас в Кисловодске. И бедный Гайдай, да, подвергся сильнейшей критике. Фильм урезали до 40 минут. И вот многие тоже пишут, что часть кадров снимались на каскадной лестнице, но по факту снимали вот здесь наверху. Есть участок дороги, видите каменный заборчик, да, вот там как раз и снимали. И когда машина поднималась в фильме, да, вот один из кадров, то сегодня будет смотреть или пересматривать фильм «Жених с того света» тоже сможете узнать вот эту часть Кисловодска. Также в фильме «Чебурашка» были сняты кадры, когда наш славный Сергей Гарбаш, да, Геннадий Петрович вез свою «Чебурашку» на руле, да, и они катались по парку. И вот некоторые сцены, например, рядом с долиной Рос есть Туевая аллея, и также есть аллея Туй, которая рядом находится с площадкой 70 лет Победы, также находится в парке. Как раз самая ближайшая точка, с которой можно добраться до этих двух локаций, которые мы сегодня с вами не посетим, да, чтобы в горку не топать, лучше вот к ним добираться через каскадную лестницу. То есть сразу как поворачиваете, буквально 5 минуточек вы уже будете около первой аллеи, да, и потом уже дойдете до долины Рос. Пока мы будем с вами идти, помимо самого фильма, я также вам буду рассказывать про город Кисловодска. Смотрю, еще некоторые подтянулись, сразу представлюсь, да, забыла. Меня зовут Ксения, сегодня я ваш экскурсовод, я экскурсовод фирмы ДК Тур. В конце я по желанию, кому понадобится, да, могу раздать нашу рекламку, да, нашу буклетики. Сейчас также расскажу вам про улицу, которая находится ниже, улица Ленина. У нас самая визитная карточка, конечно, курортный бульвар, к которому мы сегодня с вами будем стремиться. Но для того, чтобы разгрузить этот курортный бульвар, также буквально в прошлом году открыли улицу Ленина. Одна из самых красивых тоже променадных улиц, она находится чуть ниже, да, и в конце этой улицы Ленина, если вы ее доходите до самого конца, да, вы сможете подойти практически к самой нижней станции канатной дороги. Тоже один из вариантов, как добраться поближе, да, к канатной дороге, к середине парка. Вот, и хочу упомянуть сам парк. Он является нашей главной визитной карточкой города. Парк у нас в целом практически тысячи гектар, если быть точно 966 гектар площадью. И самый интересный факт, что этот парк у нас полностью вручную высажен. То есть, изначально здесь были лысые холмы, если посмотреть старые фотографии, зарисовки города, здесь люди ходили под палящим солнцем, да, не было возможности укрыться. И как раз для того, чтобы создать тенистые аллеи, приятное место для прогулок, как раз и стали высаживать этот парк. Интересный факт, что в советское время, когда люди сюда приезжали по профсоюзным путевкам, их заставляли сажать также деревья. Вот у меня знакомый дедушка из Москвы, он приезжал сюда в Кисловодск, подписывал бумажку о том, что он обязуется посадить 5 деревьев. И вот несколько лет подряд он ездил по этому пяточку, они шли в подсобку с санатория, им выдавали саженцы, инструменты, и они шли сажать всей толпой деревья. И вот, говорит, до сих пор я езжу, вижу те деревья, которые я посадила. Давайте мы с вами переместимся чуть дальше до следующей локации, надеюсь, там будет не так шумно. Здесь, надеюсь, будет потише, самосвалы все проехали, видимо, там около каскадной лестницы, да, массово. Хочу вам порассказывать про сам фильм, да, про его съемки, детали, что же было за кадром оставлено, да, что показали нам в итоге. Вообще, самая главная тема это, что же в итоге оригинального, да, из советского мультфильма перенесли сюда на наш новый фильм, который мы посмотрели в 23-м году. Во-первых, да, приехала Чебурашка в этот фильм, многие, правда, отзываются в различных интервью, да, что больше в конце фильма ты понимаешь, что это не совсем Чебурашка, а действительно, возможно, ушастая белорусская овчарка, да, в итоге. Потому что от оригинальной Чебурашки там только образ остался, да, у этой же Чебурашки шкодный характер, и она вся такая активная, в отличие от предыдущей, такой меланхоличной, грустненькой, да, боящейся, что у нее не будет друзей, и, соответственно, которая всегда поступала только правильно, в отличие от нашей, которая ворует апельсины, шкодничает, да, переворачивает в веренном домик бедного Геннадия Петровича, и тем самым с ним знакомится. Ну и, соответственно, помимо самой Чебурашки остались несколько образов, которые показали в середине фильма и в конце. Перед вами как раз слайд, который я распечатала здесь, Гена Крокодил из советского мультфильма, надеюсь, не всем отсвечивает, да, всем видно. И, соответственно, наш Гена из фильма, который показали в 23-м году. У него практически такая же одежда, костюмеры специально выбирали подходящую замшу красного цвета, чтобы это пошло не смотрелось, как красные малиновые пиджаки из 90-х, да, подбирали специальный костюм. Ну и, соответственно, наша тоже главная злодейка фильма – это Елена Яковлева, да, Рима, которая в конце-таки одела одежду шипокляк, да, то есть такой же черно-белый костюм, шляпка маленькая, небольшая сумочка, почти один в один, как и шипокляк из мультфильма. Многие меня спрашивают, тоже на прошлых экскурсиях, почему же ее в итоге звали Рима, а не шипокляк. В некоторых интервью тоже говорится, что на шипокляк есть авторские права, которые, к сожалению, не смогли использовать, да, вот это имя шипокляк в фильме из-за этого. Поэтому ее назвали Рима, и, как рассказывают, главный писатель Чебурашки, Эдуард Успенский, который написал этот рассказ, он оригинальный шипокляк в рассказе и в мультике, да, брал прообраз своей первой жены, как рассказывала жена, у него была скверная, неприятная, да, и, соответственно, он ее изобразил в этом странном образе, да. И, собственно, Рима, это первое ее, как раз ее оригинальное имя, этой первой жены, вот в честь нее и назвали. Да, да, вот, ну и, соответственно, конечно, главное, что привлекает наш фильм, это Чебурашка, кто же подарил голос и мимику этому пушистому, симпатичному герою. Это Ольга Кузьмина, она была, является звездой кухни, да, многие ее видели. Она также озвучивает нескольких персонажей мультфильма, собачий патруль, сказочный патруль, тоже она является озвучиком. И вот она как раз-таки подарила мимику и голос этого героя, то есть она в кадры влетала, да, и свои вот эти эмоции показывала художникам, как же перерисовывать, да, этого животного. И периодически вставляла фразы во время фильма. Самого же Чебурашку, на которого потом смонтировали компьютерную графику, играла девушка-карлик, ее зовут Елизавета, и она на коленках ходила, да, вот так, за ручку брала Геннадия и так далее. То есть она вот здесь на съемочных площадках часто фигурировала, да, и потом, ну, она осталась за кадром, мало кто ее упоминает, вот, но мы, например, местные жители видели, как она, бедняжка, да, она почти всю съемку на коленках ходила для того, чтобы было понятно, куда накладывать компьютерную графику. Вот, соответственно, помимо фильма, также хочу вам рассказать про место, где мы сейчас с вами находимся. Во-первых, сзади меня находится маг 80-го уровня, как я его называю, да, это Солженицын. Многие местные не любят эту скульптуру, потому что ее подарил Церетели, да, и, соответственно, как и памятник Петру Первому в Москве, москвичим не любят, да, также, соответственно, и памятник Солженицыну. А он родился здесь, родился в 1918 году и до 6 лет жил в Кисловодске. Потом им, получается, с матерью они переехали уже в Ростов, ну, и, соответственно, чуть дальше он был в Сылке, переехал потом позже за границу. С ним уже в зрелом возрасте переписывались наши музейные деятели Кисловодска, да, вызвали его сюда обратно, и, соответственно, он приезжал сюда к нам погостить. Как рассказывает девушка-экскурсовод, которая была ему выделена, она ходила, все время молчала, и только он рассказывал еще больше, чем она знала, хотя здесь давным-давно не был. Вот, ну, и, соответственно, также многие спрашивают, что вот это за здание красивое. За Солженицыным, вот там в деревьях тоже красивое здание, сейчас будет по дороге нам открываться. Это бывшие гостиницы, одна принадлежит купцу, который продавал лес, это дача, получается, гостиница Сильникова, а та, тот, который мы называем Биллорисвизар, и та, и другая были построены в начале 19 века, как гостиницы. Вообще практически каждое здание, 95%, куда бы вы ни ткнули пальцем, да, это бывшие гостиницы, доходные дома, санатории. В советское время они все были национализированы, отобраны, да, и сделаны корпусами. Вот это здание было общежитием вообще в советское время, сейчас объявляется санаторий «Скала», да. До сих пор он сохранил тоже название, которое было и у первоначального владельца. Биллорисвизар также до сих пор является корпусом санатория военного. Рисвизар назван в честь ледокола, да, броненосца, точнее, который защищал наш русский порт во время русско-японской войны, да. И вот в честь этого броненосца как раз и назвали эту гостиницу. Она была построена на деньги купца из Владикавказа. Откуда же здесь все-таки владикавказские купцы взялись? Дело в том, что именно на средства владикавказских купцов, да, и меценатов, по большей части была выстроена эта железная дорога. То есть ее вели с Владикавказа до Кисловодка через минеральные воды. Самая первая станция у нас появилась, конечно, в 1875 году в Минводах, да, а эта появилась в 1894 году. То есть практически через 20 лет после Минераловодский. И вот как раз, как только построили нам здесь железную дорогу, наконец-то все туристы получили возможность приезжать, да, с помощью паровозов, да, поездов. Изначально сюда люди ехали практически месяцами в экипажах, тряслись на этих странных дорогах, да, пыльных. И поэтому тогда была привычка у состоявшихся людей приезжать сюда на целое лето. Традиция была такая, что первый месяц они отдыхали в Петербургске, второй месяц, по желанию, многие приезжали в Есентуги, и третий август. В основном все проживали в Кисловодске. То есть в Кисловодске в то время, именно в августе, были, самая дорогая недвижимость, да, на конец лета. И вообще, как рассказывают все-таки, Кавказские минеральные воды были неким Лас-Вегасом, да, в то время все приезжали сюда кутить, отдыхать, веселиться. Даже спрашивали у Столыпина, что вам бы тоже на воды съездить, отдохнуть. Он говорит, нет, я истинно больной, мне нужна молитва, пост и баня. А это оставим романтикам и кутежникам это место. То есть такая слава у него и была. Собственно, посмотреть на все эти изыски, которые раньше строились, да, понятно, почему случилась революция, да, и это все стало теперь доступно любому, да, человеку у нас в России. Сейчас мы с вами отправимся чуть ниже. По дороге также, точнее, еще пока мы здесь стоим, расскажу вам про вот это замечательное здание с зеленой крышей. Многие думают, что там тоже снималась сцена из фильма «Чебурашки». Кто-то даже сравнивает этот дом с домиком Геннадия Петровича, да, что именно в нем снимались. Но это музей литературно-музыкальный имени Шаляпина. Он здесь в 1917 году отдыхал, два месяца снимал этот домик. Он никогда не был его собственностью, да, он его только арендовывал. И вот, как поговаривают, вот эта самая длинная высокая елка слышала голос этого божественного певца. Он после выступления в филармонии, которая находится чуть ниже, мы к ней сейчас будем и стремиться, после выступления шел сюда, за ним шла толпа фанатов. После небольшого перерыва он выходил на балкон, да, и на бис исполнял свои арии. И вот в честь его пребывания в этом месте как раз музейные деятели отбили этот особняк, да, и, соответственно, сделали музей. Каждый желающий может в любой день прийти, да, и посмотреть представленные экспонаты в этом домике. И там проходят также литературные вечера. Можете на сайте домик Шаляпина также посмотреть эту информацию. Сейчас мы движемся дальше под очередную музыку. Музыка следующая будет трагичная, не грустите. Это та самая реличная музыка, да, когда Гена отдавал чебурашку, да, и когда вспоминается сцена, что он отдал свою дочку тете. Так, мы идем медленно, да, мы идем медленно, чтобы искать не забыть. Там нет меня, где на песке не пролитли твои следы. Там нет меня, где пароход врачи надрывно пробудет. Ты знаешь, без тебя нельзя, прожить нельзя мне быть. Ты знаешь, без тебя. Если кому-то нужно найти эти песни, просто заводите музыку из фильма «Чебурашки», да, и вот эти песни, в том числе вот эта песня «Севары», тоже в интернете, вконтакте, например, есть. Сейчас мы всех дождемся, чтобы никто не обижался. Смотрите, мы сейчас находимся на месте, где ехал рондулет Геннадия Петровича. Вот здесь, на этом месте как раз мы видим на фотографии, да, в самом начале пробки, его здесь плохо видно, да, в самом начале пробки он едет, всем мешает. Парень на красном кабриолете говорит, смотри-ка, там, сверни направо, да, сприжмись немножечко к обочине. Но Геннадий Петрович не слушает его, да, хмуро, угрюмо, рычит, но едет вперед и всех игнорирует, да, создает всем проблему. У меня проблемы у вас должны быть тоже, называется. Вот, ну и, соответственно, эта сцена, она разделена таким образом, что Геннадий Петрович садится на свой муравей рядом со своим домом, который находится в Сочи, да, по кадрам. Потом он, кадр, едет опять по Кисловодску, следующий кадр, опять он в Сочи, и четвертый кадр, он едет уже здесь. То есть, многие, кто не бывал в этих местах, где съемка проходила, да, путаются, не понимают, где же все-таки съемка была. На прошлой экскурсии у меня были люди из Сочи, они вообще говорили, что мы думали, это все у нас снимали, чтобы вы понимали, да, как люди могут запутаться. Хочу вам рассказать немножечко про вот этот конкретный муравей, на котором ездил Геннадий Петрович, его здесь плохо видно, я вам потом его чуть позже покажу, его специально выискивали на Авито, очень долго искали, в итоге нашли три штуки, две штуки он использовал для фильма, да, когда он сам катался на нем, и третий использовали для трюка, когда он летел вверх, да, чтобы поймать ракету, остановить ее, да, спасти своего внука, и вот с третьего сняли мотор, да, облегчили его, и его использовали, получается, для съемок вот этих, получается, компьютерной графики, на зеленом фоне снимали. Этот же мотороллер, сейчас давайте я уже его найду, да, чтобы не быть голословной, чтобы вы понимали, про что я говорю, да, его специально покрасили в такой березовый цвет, застарили специально, корпус сделали сзади, да, деревянным, потому что изначально все эти муравьи идут с железным кузовом сзади, да, специально сделали, вот, деревянный для антуража, вот, и, соответственно, тоже многие местные снимали этот рандулет, здесь иногда достребал, действительно создавал пробки, да, уставал от многочисленных дублей, его постоянно приходилось заводить, получается, выключать, опять заводить, да, для кадра, и, соответственно, периодически меняли один рандулет на другой, если, например, один перегревался, да, второй использовали. И здесь же тоже, пока мы стоим с вами на этом месте, хочу рассказать с вами вам про здание вокзала. Он находится сзади нас, можете немножко развернуться, все равно вы будете меня слышать. С правой стороны, самое ближайшее к нам здание, постройка 1910 года, там находится музей, и вот здесь музей, он круглосуточный, вы можете зайти, и там под стеклом экспонаты, маленькие паровозики, да, представлены, можете пройтись, прогуляться, посмотреть, в любое удобное для вас время. По подземному переходу проходите, и, соответственно, заходите вон на уголь, там есть вход. Помимо музея, там же круглосуточно работает часовня для отъезжающих, чтобы можно было подойти, поставить свечку, да, и помолиться о предстоящем пути. С левой стороны огромное здание вокзала, оно до сих пор действует. То, с моей стороны лево, да, с вашей стороны право, да, это здание действующее, было построено в 1894 году, и это здание сейчас является кассой дальнего следования, да, и там же находится зал ожиданий. Вы можете тоже, когда вам захочется прогуляться по территории, одно из самых красивых зданий вообще вокзала, которое сохранилось еще со времен революции. И также есть башенка с часами, часы ходят исправно, да, за ними чуть правее, видите, написано на здании курт-бюро. Увидели? Чуть правее, да. Это здание в советское время служило для отдыхающих. Сейчас у нас есть интернет, мы можем забить, где же мне отдохнуть, с моим заболеванием, с моим предпочтением и достатком. А раньше люди приезжали на поезде, заходили в курт-бюро и курортное бюро, их распределяло по санаториям, по общежитиям и так далее. То есть раньше это была такая зона для распределения отдыхающих. Сейчас там просто аптека, магазинчик, да, но самое название курортного бюро сохранили. Сейчас следующая наша остановка, через пять минуточек, да, будет на здании филармонии. Филармония была построена 1895 года, и это первое здание в России, куда стали пускать не только богатых, да, знатых людей, но и обычный народ. Совсем немного случилась уже революция, да, и уже на эти курортных клынули отдыхающие со всей России, в том числе по профсоюзным путевкам, да, впоследствии. И вот это здание стало одной тоже из визитных карточек, где проходили главные концерты, собрания, да, массовые сборы. И мы сейчас к нему поднимемся, как раз там тоже снимали несколько сцен из фильма «Чебурашки». И на него потом. Синяя? Да. Амгарины были настоящие? Были не мандарины, были апельсины. Апельсины, да. Да, они были настоящие. То есть сыпали вот так вот в лошадь, да? Да, там есть, когда они делали. Ну, что сейчас поднимется? Сейчас мы всех подождем, сейчас все поднимется. Да, может, с лошадкой. Знаешь, что в семье все поднимутся? Придумутся, что? Я думаю, что недель в место уже не пойдет. Отдыхающая как-нибудь сыграли, пока идет. Вот это... Вот, вот, вперед попались. Вот, вот вперед попались. Народу же не надо. Вот, вот, вперед попались. Я однажды... Нет, не так, да. Мой знакомый, однажды, сыскал, тоже на съемку фильма. Ребята, аккуратно на газон, не вставайте. Там очень много собачьих мин, поэтому у меня в прошлый раз ребята попались на них. Мы подошли к главному артисту, который снимался в фильме «Чебурашка». Ну, чуть-чуть, там тоже снималась собака, не это, да, профессиональная более. И как раз вот если вы видите сцену, многие думают, где же этот интересный мостик, по которому Чебурашка убегала от собаки. Это именно вот этот мостик. Можете как раз на нем пофотографировать. Сейчас я даже скажу, да, у нас будет минут 5-10 на фотосессию. Можете там сделать кадр. Вот она убегает в сторону этого здания филармонии. Вообще, какая история вот этого побега, да. Гена отвез Чебурашку своему другу, Виталию, да, Виталику, и хотел его оставить в зоопарке. Но не тут-то было. Виталик быстро Чебурашку отдал обратно. И Геннадий Петрович выходит из зоопарка и говорит, ты непонятно кто, ты мне не нужен. И уезжает. Чебурашка погрустил секундочку, потом такой думает, пойду-ка я искать себе семью. Пошел за уточками, увидел, что они улетели, да, и ему с ними не судьба. Пошел искать себя дальше. Следующая у него была сцена, он залез в будку к собаке, которая за ним потом погналась, долго его гоняла. Тоже сцены менялись. Он сначала побежал по этому мостику. Вот здесь кадры были. Потом он спрятался вот здесь якобы сбоку, и собака вот здесь на углу стояла, да, его поджидала. Он повернулся такой, испугался и дальше побежал. И вот конечная сцена их побега уже в Дендраре опять в Сочи было снято. Вот, и, соответственно, на этой фотозоне тоже можете пофотографироваться. Как рассказывают, бежали за этой собакой. Она то в одну сторону бежала, то в другую. Но все-таки собака, да, ей одно скажешь, она не поймет. Да, можете сфотографировать, если не отсвечивает. Вот, ну и, соответственно, само это здание филармонии. Здесь проходят часто концерты. Вы можете зайти на сайт филармонии Кисловодск, посмотреть, какие концерты проходят. У нас очень хорошая акустика в этой филармонии, да, все продумано было при строительстве. Сейчас выделили специальные деньги, да, на реконструкцию этого здания. Несколько миллиардов, да, для реконструкции вот этого большого здания должны в ближайшие годы начать реконструкцию, да, и буквально там через несколько лет вы приедете, и уже сможете посетить более обновленную филармонию. Как поговаривают, при строительстве этой филармонии был заложен золотой кирпич в фундаменте этого здания. Но где, никто не говорит. А то уже все с лопатами стоят, думают, где бы раздобыть этот золотой кирпичик. Так, у меня, я говорил, магазончик уходим. Здесь собачки ходят в туалетах, и вы не смачиваете ноги. Ходи подавай, посмотри. Сейчас у вас есть возможность пофотографироваться. Ребята уже некоторые пошли, да, здесь, на этой службе. Можно сравнить? Да, вы можете кадр с кадром, да, сопоставить, потом как раз сфотографировать. Пойдем, к водку. Ксения, скажите, а это вход в парк какой-то на нас подноски? Там вход в кафе, вот, но как бы в парк он не выходит. Понятно, спасибо. Нет, а как это, как это может синяк, а? Как это может быть синяк, а? Как это может быть синяк? Девушка сображала, как он маленький. Девочка, она была карлик, она сама низенькая, поэтому она такого роста. Вообще в фильме и по задумке, да, рост чебурашки 65 сантиметров, то есть по колено примерно, он маленький, но, знаете, критики, которые специально изучали, да, все кадры к чебурашки, чтобы прикопаться к ним, заметили, что чебурашка постоянно меняет свой рост, то больше, то меньше становится, да, поэтому, конечно, часто в интервью можно увидеть, как критики этим фактом пользуются, да, говорят, что столько денег, столько миллионов было потрачено на эту чебурашку, да, в итоге все равно получилось не идеальное. Но ничего, у нас постепенно все это развивается, наш киноиндустрия, да, и я думаю, впоследствии мы увидим потом уже более интересные, да, более реалистичные такие персонажи компьютерной графики. Кстати, у нас здесь на территории Кислободской, ну, вообще на территории Косовской генеральных вод, нет ни одного приюта для животных, ни для собак, ни для кошек, поэтому их у нас очень много. Если собачками что-то делают, можно увидеть, у нее чипик, да, на ушки их стерилизует. С кошками, конечно, проблема похуже, да, их просто выбрасывают, но это, мне кажется, проблема всех южных регионов, да, с кошечками. Но собак у нас тоже достаточно много, все они спокойные, да, агрессивных, как правило, не встретишь, да, если агрессивно ее стараются убирать с улицы, да, вот с этими можно, собственно, нормально общаться, всегда подходит, выпрашивает еду. Многие говорят, почему уже нету у нас этих домов, да, для животных, но мне лично жалко. У нас они здесь ходят жирненькие, холененькие, все туристы их подкармливают. Всю эту невкусную еду, которую дают в санаториях, они собирают им, несут, да, поэтому, да, им еще приносят, они так носом ворозят, что это не котлета, что ты мне тут принес, да. Как четко сказано, невкусная еда санатория. Да, да, ну она же генетическая, мы же привыкли все побольше этих красителей, консервантов, вкусовых добавок. А почему у вас здесь нет шашлыков, вот так я представила, что когда здесь приедут, здесь будет много шашлычных на улице, что пахло так вот, а здесь как будто и нет так вот открыто. Ну, во-первых, все-таки Кисловодск, это курортный город, да, и шашлыки местные все едят чуть ли не ежедневно, да, но они делают это сами, выезжая там у себя в домах, на дачу, да, или в лесной, да, полосе. Да, да, в том числе. Приезжие, они же многие на диетах, поэтому у нас есть шашлычные, их не так много, ну, рекомендуют, вот золотой шампур у нас есть, есть старый дворик, это... Здесь недалеко мы проходили, да? Это старый город, а это старый дворик, он рядом с кафе «Снежинка» находится, вот там осединская кухня, в том числе шашлыки у них неплохие, ну, вообще за шашлыками в золотой шампур обычно ходят. Там тоже есть шашлык, да? Да, да. А скажите, пожалуйста, как называется этот пустарк? Не знаю, к сожалению, да. Очень много здесь деревьев привезенных, деградативных. Там Петербург, как и человек. Так, Петербург, кто еще отсюда? Челябинск. Минводы. Ставарок. Красноводцы. Отлично, местные, можно сказать, тоже есть. Ты тоже говоришь, Владивас, что? Если на ПМЖ, я бы тоже 5 лет назад сюда приехала полечиться, в итоге вышла замуж, осталась, да? Ну, я родилась в Перми. Удачно замуж вышли. Да, удачно, удачно. Ну, это точно. Так что вот, приезжайте, женщины, агитируем. Хорошие мужики здесь. Ладно, ладно, я так наруга много. Ну, на самом деле, у нас есть... Что? Я так же переехала из Москвы только из замуж. Да? Да, вот вы идите. У нас пополняются, да, истории... Поиски мужей. Да, история поиски мужей, да. Город мужей, там. И место здесь город мужей. А, ну да. Ну, на самом деле, да, наверное, так и есть. У нас вообще Кисловодск является самым большим по количеству здравниц. У нас 40 примерно санаториев, то есть 60% всех здравниц на Кавказских минеральных вод находится как раз в Кисловодске. И он переполнен, как правило, туристами. И тем более, и соседние города в Железноводске, Сентуки, Пятигорск тоже на выходных все едут сюда гулять в Кисловодский парк. Я изначально, когда приехала, я жила два года в Железноводске. И я тоже с друзьями, да, всегда мы на выходные. У нас было развлечение. Едем в Кисловодский парк гулять. Собственно, поэтому в выходные так много людей, да, и такой большой ажиотаж. Ну, и это сказывается на стоимости. Многие тоже спрашивают, какая же стоимость у нас здесь недвижимости. Как говорится, москвичи, наконец-то, разведали наши места, стали инвестировать, скупать все сподряд. Поэтому у нас сейчас нормальные однушки, да, если смотреть на Авито, да, и на других сайтах, идут от 5 миллионов. То есть для города в 130 тысяч населения такие стоимости, да, со средней заработной платы где-то 20 тысяч, да, это, конечно, неподъемные суммы. Но, например, местные выходят из ситуации тем, что они берут недвижимость в Есентуках. Там, например, такая же квартира стоит уже 2,5 миллиона. То есть почти в пол стоимости дешевле, да, из-за того, что кислород не резиновый, он находится в котловине, да, особо некуда двигаться, расти, да, поэтому здесь такой ажиотаж. Все, сфотографировались все, все уже отфоткались, да, идем потихонечку к следующей локации. Солнышко. Тоже веселая музыка советская, которая была в фильме. Тоже песенка была у нас в фильме, когда он такой уже радостный, да, стал собираться в гости. Мы стоим с вами сейчас на Чебурашкинской улице, которую в народе уже так прозвали. Именно на этой улице снимали одну из сцен, когда катились у нас апельсины по улице. Так, давайте я на ту сторону перейду, чтобы вас не слепило, извиняйтесь, да. А то никто меня не видит. Смотрит на солнышко. Вот так будет удобнее. Здесь как раз стояли ребята, у них в руках были ведра с апельсинами, и они здесь один за одним ведра переворачивали, да, и, соответственно, они текали туда вниз. Ребята из массовки стояли по этой улице, ждали момента, да, когда можно начать бежать, да, в сцене. И после звука, да, мотор, все начали бежать, уклоняться от этих апельсинов, мандаринов, да, и, соответственно, этот кадр попал в фильм. Конкретно вот эта фотография, которую я взяла из интернета, где Сергей Гармаш едет на своем мотороллере, ее в кадре нету, да, но они несколько раз пытались его заснять на этой улице, в итоге ее сделали без него, просто отдельно катились эти мандарины и апельсины. Вообще считается же, что был апельсиновый, да, сад в Испании, но в итоге взяли, точнее, мандариновый сад в Испании, но в итоге взяли апельсины, потому что они более кругленькие, лучше катаются, да, и, конечно, они более крупные в кадре интереснее выглядят, чем мандарины. Использовали 6 тонн апельсинов, практически 7 тысяч апельсинчиков, да, у нас покатились по территории Кисловодска, по территории Пятигорска в парке Цепик снимали, да, некоторые уже, наверное, у вас были, да, уже у нас в Пятигорске на парке Цепик снимали. И также некоторые апельсинчики катились в Дендраре в Сочи. Соответственно, некоторые уже называют эту улицу Чебурашинский, но называется проспект Карла Маркса, да, чтобы не путали. Вот, и многие также думают, что ниже там будет магазинчик с красными, такими, как сказать, навесами, да, якобы там и находился магазинчик Тани, да, с шоколадой, но на самом деле он снимался в другом месте, мы к нему подойдем чуть ниже. Тоже можете пофотографироваться в этой зоне. Силья, смотрите, видите, тут вот такие вот плитики, но у нас саки. А вот, посмотрите, да, вниз. Кто же их там собирал вниз? Смотрите, вообще, как рассказывают, все апельсины собирали актеры массовки, и некоторые апельсинчики еще несколько дней лежали здесь у нас на обочинах, которые там были раздавлены, не такие аппетитные. Вот, поэтому в основном пробегающие их не собирали, да, в основном вот эти актеры массовки их и использовали. Сейчас мы идем до следующей достопримечательности. Мы спустимся чуть пониже, и вы как раз сможете, пока мы идем, пофотографироваться по дороге. Мы всех дождемся, не беспокойтесь. Да. А музей мы тоже не верим. Да. А музей мы тоже не верим. Мы сейчас с вами подошли к месту начала курортного бульвара. Хочу вам рекламировать очень интересное место. Сзади меня находится вход в визит-центр. Это интерактивный музей, который является одной из тоже интересных мест для посещения с детками. Если у вас нет возможности, например, пройтись по всему парку, и вы хотите все-таки его посмотреть своими глазами, в этом визит-центре буквально там 350 рублей, да, с человека вместе с экскурсоводом, да, пройдете внутри, он вам расскажет про фауну этого парка, какие там в нем есть достопримечательности и так далее. Старые фото вы можете посмотреть, какие птички там водятся, да, как выглядит зеленый дятел, как выглядит цойка и так далее. Очень рекомендую. Вообще у них... У них получаются экскурсии вместе с экскурсоводом в 10 часов, в 12, в 2 и в 4. То есть в стоимость билета входит и экскурсовод, который находится внутри. Очень рекомендую. Также мы с вами находимся... И выходные? И выходные, да, да. Визит-центр вы можете забить тоже в интернете, посмотреть там стоимость расписания, или потом зайти уже с этой стороны, уточнить по времени и стоимости. С детками у детей дешевле, кстати, для детей там есть квесты, прохождение каких-то вот заданий по парку, именно внутри музея. Сзади нас также находится оранжевое здание санатория Нарзан. Раньше это была самая дорогая гостиница Гранд Отель здесь, в Кисловодске. Здесь отдыхали различные личности, да, знаменитые. Маяковский, Прокофьев, Есенин, также Асидора Дункан. И вот в последний раз, когда Асидора Дункан здесь ждала Есенина, якобы он так и не приехал сюда, и именно из этого отеля она навсегда потом уехала из России, да. Потом уже впоследствии она узнала, что Есенин умер. Такая вот история у этого отеля. Также есть различные другие щепетильные легенды, да, про это здание. Можете посмотреть в интернете, чтобы разнообразить информацию по поводу архитектуры города. Также сзади нас находятся Октябрьские ванны. Желтое кубическое здание было построено после революции. Прямо при входе сбоку там изображены барельефы. Мужчины идут к входу, да, и многие думают, это революционеры, да, Октябрьские же ванны. Революционеры идут к освобождению России, да. Но на самом деле это революционеры, но с полотенцами на руках идут к оздоровлению. Тоже можете обратить потом внимание. Часто приезжают сюда дикие туристы. Когда останавливаются в квартирах, можно прийти, также принять процедуру как раз в этих Октябрьских ваннах. Например, я, мои знакомые тоже через терапевта могут назначить капельницы, ванны, грязевые процедуры, да. Вот очень рекомендую. Сейчас мы будем... Вот это здание снималось съемкой? Оно частично попало, как раз, видишь, оно такое длинное, оно как раз попало, вот левая часть, с левой стороны оно попало в кадр. Вот, видишь, вот оно, это здание на фотографии. Вот с этой стороны, да, этот санаторий. Вот он тут находится, да. Также у нас визитная карточка Кисловодска. В самом конце есть у нас кафе «Снежинка», черное стеклянное здание, да, вот это острое. Там продаются пончики. Вот раньше считалось, особенно в советское время, что если вы приезжаете в Кисловодск и не попробовали пончики, то вы провели время зря. Да, очень рекомендую. Пойдемте прогуляемся до следующей локации, там, где статуи Николая Чудотворца. В Кутигорске тоже, в Кутигорске тоже. Прогуляемся до той локации и вернемся потом уже в Каланаге. У нас сегодня потрясающая погода. Конечно, хочется отметить героизм актеров, особенно актеров массовки, потому что съемки эпизодов, которые снимали в Кисловодске, проходили по максимуму в 10-градусном, как бы, жаре, да, так сказать. Они изображали лето, тепло, да, нужно было изображать хорошие такие мягкие эмоции, да, при этом у всех скрипели зубы люди, которые стояли за наборчиком, да, прохожие стояли в куртках, некоторые даже в шапках, да. Зимой некоторые сцены снимались до 6 дней, да, точнее, в ночной период, и ночью опускалась до 5-6 градусов, представляете? Они в футболочках, да, в легких платьишках, там снимались, бедолаги. Вот как раз нам сегодня выпал шанс почувствовать, какая температура была, да, во время съемок. Сейчас мы с вами находимся рядом с одним из тоже кадров, с одним из мест, да, где снималась дождь апельсиново-мандариновый. Как раз здесь даже название главной нарзанной ванны, да, сверху вот здесь написано, это как раз желтое здание, которое фигурирует в начале фильма, да, все увидели. Тоже здесь можно будет сфотографироваться. Интересно, что это здание было построено в 1903 году в честь столетия основания города Кисловодска, и его архитектором был архитектор Клепинин со своим днём жил в Пятигорске. Рядом с провалом там есть его бывшая усадьба, да, где он жил. Сейчас она является частью санатория. И это здание, к сожалению, после 90-х долгое время стояло, никому не нужное, заброшенное. Эти башенки верхние уже почти развалились. Стёкла деревянные, да, где-то были потресканные. И вот буквально несколько лет назад его полностью восстановили, и теперь есть возможность у каждого желающего это здание посетить. Внутри, если сюда заходить, конечно, пускают только по курортному направлению из санаториев, но здесь можно пройти так называемую чайную церемонию. Это мероприятие где-то час-полтора проходит, вы приходите, и различные чаи вам здесь наливают, красиво, да, вот в традициях китайских плантаций, да, вам разливают эти, дают вам подгустировать различные виды чая. Для обычных отдыхающих, у которых нет направления в эти нарзанные ванны, есть с той стороны белая, видите, такая кругленькая лесенка, по ней вы поднимаетесь, и там каждый желающий может прийти и также заказать себе массаж, ванну, различные процедуры. Не в этот центральный, да, не в центральный вход, а вот в тот боковой. Если кто-то не хочет в кубический советский, да, в советском здании октябрьских ванн, кто-то хочет в таком более дореволюционном, да, красивом, можете как раз зайти в это крылечко, да, и посетить, ну, посмотреть на убранство этого здания. Здесь мы сейчас будем скоро возвращаться с вами обратно, до последней нашей локации. Также хочу вам рассказать про площадку. Сзади нас находится вот это колесо обозрения, оно работает, да, по яндекс-картам можете забить колесо обозрения, и он сделает вам кратчайший путь пешеходный, да, чтобы до него добраться. А то многие спрашивают, как же, как же в итоге до него пройти. Сразу же здесь идет площадка, у нас сейчас еще не работает фонтан, но вот-вот он у нас начнет действовать. Этот фонтан поющий, он еще гуляет огнем, то есть у нас такой красивый. По вечерам здесь собираются зеваки, смотрят поющий этот фонтан. У нас даже есть отдельная должность, смотрящая за фонтаном. Он подбирает музыку, подбирает давление струи, да, для того, чтобы это все было красиво и интересно. И вот как раз за ним находится ресторан «Высота» 5,642, ресторан «Мобикова». Как поговаривают, именно он, да, подарил этот фонтан городу. Вот, и, соответственно, мы можем летом любоваться на его красоту. Дальше, если прогуливаться по бульвару, так, с правой, с левой стороны, мы будем видеть старые дореволюционные доходные дома, бывшие, да, гостиницы. Сейчас они все принадлежат, например, розовое здание чуть дальше, это курортное управление парка. Именно оно сейчас занимается уходом, да, за этой огромной территорией нашей визитной карточки города, да. Также там различные кафешки. Вот как раз кто-то спрашивал про кафе. Старый дворик, как раз осетинское кафе с шашлыками, находится вот почти в самом конце. Раньше в свое время Кисловодский бульвар был болотцем, да, эти нарзаны, которые вытекали из земли. Они заболачивали немного эту местность, ее специально осушили, да, и после этого смогли здесь строить вот эти здания красивые. Дальше мы с вами отправляемся к колоннаде, где снимали самую массовую сцену, и от колоннады уже вы будете расходиться по своим делам. Пойдемте потихонечку. Дальше мы сейчас посмотрим еще одну локацию, потом колоннаде, да. У нас одна остановочка, как раз где снимали, где был магазин шоколадный у Тани. Как же мы его минуем, все же спрашивают, где он находится. Сзади нас находится питьевая галерея, главная питьевая галерея в Кисловодске. Здесь как раз показывается, как наш Геннадий Петрович несется вот здесь быстрее смотреть, как же обстоят дела в магазине его дочки после сокрушающего апельсинового дождя. К слову сказать, апельсины, которые падали с неба, это полностью компьютерная графика. То есть те апельсины, которые катились, их вручную, да, раскатывали, а те, которые падали, да, это полностью компьютерная графика. И здесь, за вот этой огромной высокой елью, как раз-таки Геннадий Петрович прятался, да, и выглядывал из-за этого дерева, чтобы посмотреть в магазин своей дочки. Где же он, собственно, находился? Сейчас я его найду тоже. Вот так он выглядел, да, в фильме, если помните, тоже кадр с апельсинового дождя. И он строился конкретно прямо вот на этом пятачке, вся вот эта теневая часть здесь и был. А, то есть, а сзади вот это? Да, и сзади это вот это здание. Именно вот в этих окошках верхних там и жили семья Тани, Гриши, да, и, соответственно, там и снимали эти сцены. Специально для того, чтобы кадр с магазином имел успех, выстроили отдельное здание вот здесь. Буквально за неделю возвели, я еще ходила, думала, кто же тут молоточками стучит и зачем. В итоге его специально рукотворно поставили из-за того, что, ну, вы помните, там 26 крыс участвовало в сцене, да, чтобы потом не было у каких-то кафешек проблем с различными распотребнадзором и так далее, сделали отдельное здание. И вот как раз здесь тоже в фильме продавец апельсинов, он находился сбоку, да, когда он увидел этот апельсиновый дождь, он написал закрытый, да, расстроился, что все, у него бизнес сейчас не пойдет. И вот как раз он здесь сбоку от Таниного магазина находился. Здесь же немножечко вот черный такой уголочек располагалась реклама «Радость моя», вот эта конкурентная фирма Римы, да, и, соответственно, якобы она недалеко здесь была, и Лорион, да, этот прислужник Римы, олицетворяет собой крыску Лариску, да, из оригинального мультика. Он ходил здесь шкодничал, да, всячески старался угодить своей хозяйке. К слову сказать, сам дом Геннадия Петровича, он также был полностью рукотворным, то есть его не существует в реальной жизни, хотя выглядит-то как будто действительно какой-то старенький домик, да, интересный. Его построили на территории санатория Орджоникидзе в Сочи. Многие его тоже видели, этот санаторий сочинский во время съемок «Старик Хаттабыч», да, в советское время. И здесь же, и здесь убрали, да, после съемок магазин, и также убрали домик Геннадия Петровича, который был построен в Сочи. Интересно тоже, что этот сочинский домик строили на территории с реликтовыми деревьями, которые нельзя было срубать, и поэтому в фильме фигурировал только фасад, то есть внутри на самом деле помещения не было. Помещение, где жил сам Геннадий Петрович, строили отдельно уже в павильоне отстраивали, искусственно создавали. Потом это все скомпоновали, да, и мы, зрители обычные уже думают, что это был полноценный домик. Для того, чтобы его возвести, специально там после того, как его построили, его покрасили, искусственно состарили, постелили газон, сделали клумбы. Такая вот кропотливая работа на строительство того домика ушел месяц целый, да, потому что намного больше. Сейчас мы отправимся с вами дальше, в последней локации около Колоннады. А почему ты раздеваешься? Ну вот многие спрашивают, на самом деле, да, было бы здорово, как подлокация. Может быть, когда-то и сделают какой-то макет, да, здесь. Но также я где-то читала, что вот этот режиссер, который снимал Чебурашку, он же отснял фильмы «Последний богатырь», все три части, да, и поговорил, что, возможно, сделают зону для туристов в Москве, где можно будет прийти и полюбоваться вот этими декорациями. Как вот, знаете, есть же декорации улицы Гарри Поттера, да, вот, Кензи-Калет, 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 что мы оставили. Да, да. И вот я думаю, ну, надеюсь, что этот проект действительно будет, да, и похожую улочку сделают где-то в Москве для туристов. Коммерческие же очень выгодно, например, там, для выехища, чтобы уход туристов. Все, где вот Кензи-Калет снимали, вот, все хобби-тоские домики. Большая чебурашка, да? Да, пошли быстро за подчиками, проголодались, видимо, не успели позавтракать. Мы сейчас с вами подошли к месту, где снимали самую массовую сцену с фестивалем шоколада. Во-первых, хочу вам показать Таню, Гришу, Толю. Это семья Геннадия Петровича, да, наши приятные товарищи, которые фигурировали в фильме. Мальчик, который заговорил чудесным образом благодаря чебурашке. Их ларечек стоял вот здесь, да, было построено специально декорацией, вот здесь стоял ларечек. Также по всей территории вот этой площадки тоже были выстроены такие симпатичные декорации. Я помню, ходила тоже здесь на экскурсиях, туда-сюда все спрашивали, что это такое? А вот экскурсовод откуда знает, да? Никому же еще тогда не говорили? Я говорю, вот, будем ждать, когда же наступит время информации и для нас. И здесь снимали вот эту самую большую массовую сцену. Здесь принимали в участие 300 человек массовки. Красивая такая сцена, сказочная. Конечно, многое не вошло в итоге в сам фильм. Практически каждому персонажу придумывали различные наряды, да. Но самое главное, мы видим здесь как раз-таки Риму со своей вредной внучкой, да. Внучка, конечно, тоже, мы ее можем понять, ее родители бизнесмены, ее бабушка бизнесмен, да, ей не уделяют внимания, и, конечно, она всячески пытается к себе его привлечь. И здесь костюмеры придумали специально такие наряды, да, у Рима и ее внучки, да, блестящие, плессированные такие, со складочкой. Они хотели показать очень красивую конфетную упаковку с пустой, как бы, пустая конфетка, да. Что вот эта даже плессировка, она напоминает, как дети складывают фантики от конфет, да, что действительно как пустая конфетка. И, соответственно, тоже огромное внимание можно уделить шляпке Елены, нашей Римы, да, которая была главным директором шоколадной фабрики. У нее в последней сцене была такая двухэтажная шляпка-торт. Для этой шляпки искали специального человека, чтобы ее сделали, да. Шляпницы вообще все отказывались, но одна из них сделала просто макет двухъярусного цилиндра, и потом уже отдельной бутафорией украшали эту шляпку. Она была тяжелая. Эту сцену ночную снимали до шести дней. И Елена, конечно, ходила мучилась, да, но в итоге вытерпела. Она профессиональная актриса, да. Если, может быть, не знаете, она же снималась Баба-Ягой в «Последнем богатырье», да. А тут ее, наконец-то, сделали красоткой. Она говорит, Дмитрий Яченко, да, сделал подарок, сделал меня такой властной женщиной. Но тоже вот по поводу ее роли она рассказывает, что она расстроилась, что злодейка не совсем злодейка, да, в конце она такая вроде раскаялась в итоге, да. Она надеется, что будет продолжение. Дмитрий Яченко тоже говорит, да, главный режиссер всего этой, всей этой картины, что продолжение будет. И что же нас ждет? Во-первых, Елена Яковлева говорит, что я хочу предоставить настоящей злодейкой. Знаете, как с Круэлла, да, из «12 далматинцев», помните, да, это неисправимая такая женщина. Вот она хотела стать такой же злодейкой, антагонистом. Также главный повар, который французский, да, Оливье Сиу, актер его так зовут, да, он хочет продолжение, ну, как бы предполагать, что у них закрутится роман с мороженицей, да, которая вот его побила яростно, когда они спасали Чебурашку. Вот, ну и, соответственно, также думают, что Чебурашка станет одним из таких главных героев, который также разрешит проблему в следующем фильме о бедной Риме, да, и, возможно, тоже их померить между собой. Помимо этого, здесь, у меня, к сожалению, ночная фотография, но, тем не менее, видно, что стоит шатер, и вот она, ракета. Как раз сзади нас стоял вот этот главный красный шатер, там же запускалась ракета. Здесь же летел бедный муравей нашего Геннадия Петровича, да, который пытался спасти своего внука. В итоге Чебурашка, да, способствовал... Вот это вот, как рассказал. Да, да, способствовал помощи. И вот эта колоннада, она также является визитной карточкой. Одним из входов в парк, это вход в Нижний парк. А мы с вами встретились около каскадной лестницы, это уже вход в Средний парк идет. Один из, таки, более удобных. Все-таки здесь многие застревают на Нижнем парке, не хочется уже идти сильно далеко, да, поэтому гуляют здесь по Нижнему променаду. Также здесь, ну, на этой сцене плохо видно, но вот видите, арка такая светящаяся, она находилась вот как раз где грот демона. Там же Чебурашка упал, поднялся, да, и сказал в микрофон, я человек впервые, да, помните, как раз вот на этой сцене рядом с гротом демона. И вот здесь же тоже на этой улочке бедного Чебурашку дети превратили в собаку, привязали ему хвостику в бутылочки, да, и вот именно по вот этой части парка Нижнего эти ребятишки и бежали за ним. Такая интересная история. Ну и самый важный момент, многие спрашивают, где находится дача Римы, которая была в кадре? Это в Сочи находится, а где же находится, собственно, фабрика? Дело в том, что фабрика настоящая, это фабрика конфет Победы, которые мы можем купить в любом магазине. Находится она в Подмосковье, в городе Егорьевка, в Егорьевске. И самое интересное, что именно в Егорьевске, в 1937 году родился автор Чебурашки Эдуард Успенский. Да, так что можно сказать, что Чебурашка вернулась на свою родину. И тоже интересно, что производство на этой фабрике не останавливали, просто ему выделили отдельный угол в этой фабрике, да, где они установили эту странную машину, которая расщепила на молекулы шоколад, да, и так выплюнула из себя непонятную жижу. И герои, которые также находились на территории фабрики, это тоже массовка, это непрофессиональные работники фабрики Победы, да, но вот стены и производственный процесс зацепили именно реальный, когда вот эти маленькие конфетки там на этой ленте ехали. Какие вопросы, может быть, у вас еще есть? А парт перекрывали вот когда эти снимки, вот именно здесь? Вообще, когда... Да, 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 то есть когда здесь было перекрыто вот там, и люди проходили эту зону спереди колоннады, то есть здесь, в принципе, недалеко обходить, поэтому никто не пострадал в этот момент, да. А сколько времени, период съемок тут? Вообще, на территории Кавказских Минеральных Ходов снимали всего пару месяцев, а сам фильм снимали два года, да, то есть начали в 2000 году, закончили вот в 2022 в конце, да, и в 2023 мы уже смогли его увидеть. Интересно, что он является самым кассовым фильмом, да. Первый у нас изначально был Холоп, он собрал 3,8 миллиарда, до этого было 3,5 миллиарда у первого Аватара, а Чебурашка, чтобы вы понимали, собрал 7 миллиардов, то есть он прямо в два раза больше переплюнул. Но, смотрите, Аватар, Холопа ходили в основном молодежь, а на Чебурашку шли бабушки, дедушки, внуки, дети, да, все, кто... И по несколько раз, и по несколько раз. Да, и по несколько раз некоторые смотрели, да. Поэтому, я думаю, и состоялся такой успех. Надеюсь, вам сегодня понравилась экскурсия. Очень буду... Да. Спасибо вам за хорошее настроение.